Витископ. Прежде чем прийти, подойти к представлению непосредственно самой концепции, я хотел бы сказать от себя лично, как от президента федерации, одной из национальных общественных организаций. Сегодня в зале моих коллег очень много, руководителей федерации, других общественных спортивных организаций. О тех мотивах и, может быть, даже чувствах, которые возникают у меня сегодня в связи с тем, что мы сегодня собрались в этом зале и в связи с тем, что нам, на наш взгляд, удалось сделать первый шаг к изменениям в нашей сфере. В марте месяце президент Национального олимпийского комитета Сергей Назарович Бубко собрал всех президентов федерации и пригласил министра спорта, который только был назначен, был назначен не из сферы спорта, был назначен как громадский деяч для того, чтобы мы могли обсудить будущее развития нашего спорта. И это был первый шаг, с которого начала формироваться наша гражданская позиция как спортивного сообщества, где руководители федерации заговорили о коренных изменениях в сфере управления спортом. И было принято решение начинать работу по подготовке предложений. В результате вчера в кабинете министра было нашей рабочей группой, и я благодарю всех людей, которые были вовлечены как официально в состав рабочей группы, так и приходили и активно участвовали в работе рабочей группы, в фокус-группах, в круглых столах. Я всех благодарю, все люди это делали в свое нерабочее время, занимаясь этим вопросом очень честно, порядочно и искренне желая помочь нашему делу. Вчера мы подытожили все документы и передали концепцию развития нашей отрасли, концепцию реформирования и проект нового закона про физическое воспитание и спорт, министру, для того, чтобы уже министр, как руководитель нашей отрасли, организовал обсуждение на местах. Организовал это обсуждение таким образом, чтобы мы, удерживая правильный курс, действительно в первую очередь не навредили тому, что есть, а плюс к этому заложили серьезный фундамент для многолетнего развития. И вчера состоялся такой у нас разговор, таким образом этот этап нашей работы закончен, и сегодня некий такой промежуточный отчет, после которого мы должны с вами все вместе перейти к стадии, активной стадии обсуждения, выкристаллизовывания новых документов и заложения их в основу нашего будущего развития. Что касается непосредственно самой концепции. После обобщения всех предложений и анализа существующей ситуации, мы пришли к выводу, что в первую очередь реформированию подлежат три системы. Это три равнозначных системы, которые одинаково важны и должны реформироваться не последовательно, а реформироваться одновременно. Это система организации массового спорта, это система организации спорта высших достижений и это система организации взаимоотношений между государством, территориальными общинами и субъектами спортивной сферы. Я в своей краткой презентации остановлюсь на основных идеях, которые изложены в нашей концепции более подробно и которые подлежат нашему, как я уже сказал ранее, дальнейшему обсуждению и утверждению. Итак, система массового спорта. Что мы имеем сегодня? Вы помните нашу с вами конференцию 10 числа, когда мы определили, что у нас на входе в школе 70% относительно здоровых детей и на выходе у нас 20% относительно здоровых детей. То есть за время школы наши дети теряют здоровье и выходят в жизнь уже рыхлыми, неподготовленными ни к службе в армии в достаточном образом, ни к полноценной активной жизни. И с одной стороны мы видим эту печальную статистику, с другой стороны мы видим, что сегодня порядка 4,5 миллиардов гривен у нас вкладывается в систему спорта, не связанную со спортом высших достижений, и задействовано в системе спорта по официальной статистике у нас 600 тысяч занимающихся. Мы понимаем, что она не совсем объективна, эта статистика, и допускаем, что 2% ошибка, 10% задействованных в спорте. Итого мы имеем 400 тысяч детей, тем или иным образом задействованных в системе спорта. При этом мы на это тратим 4,5 миллиарда гривен. Что мы предлагаем? Мы предлагаем в системе массового спорта перейти на адресное финансирование каждого ребенка. Каждая семья, каждый ребенок должны получить от государства или от территориальной общины, в зависимости от того, как будет принят закон по централизации, защищенный статьей бюджета, 150 гривен, может быть это будет больше, мы привязываемся к 15% от минимальной заработной платы в месяц, для занятия спортом в системе спортивных клубов. То есть, если ребенок приходит, он выбирает себе вид спорта, или родители для ребенка выбирают вид спорта, выбирают спортивный клуб, который сертифицирован в федерации по данному виду спорта, который находится в едином реестре, государственном реестре спортивных клубов, этот ребенок приходит в этот спортивный клуб, и этот спортивный клуб получает от государства или территориальной общины за этого ребенка адресное финансирование. Что мы будем иметь? Мы будем иметь абсолютное отсутствие приписок, поскольку каждый ребенок и каждая семья будет дорожить теми фондами, которые для них персонально выделяет государство. Мы будем иметь четкую конкуренцию между видами спорта и между спортивными клубами, поскольку каждый спортивный клуб будет заинтересован привлечь как можно большее количество детей. Мы будем иметь средние школы в качестве наших союзников, поскольку, во-первых, они сами будут организовывать дополнительные спортивные клубы, во-вторых, они откроют дополнительно все свои спортивные сооружения и начнут и быть заинтересованными будут строить новые, и, в-третьих, самое важное, ну не самое важное, но тоже очень важное, они подкорректируют все свое учебное расписание для того, чтобы иметь возможность этих детей привлекать как можно больше в свои спортивные клубы. Мы сохраним все наши спортивные школы, поскольку мы с вами должны резко расширить количество занимающихся детей. Мы таким образом уберем всю коррупцию из нашей деятельности, поскольку каждый ребенок будет находиться в реестре школьников, каждый клуб будет находиться в реестре клубов, каждая федерация будет находиться в реестре федерации, и, как в следующей презентации будет показана информатизация, это будет абсолютно открытая программа. Таким образом, мы расширим финансирование с 4,5 миллиардов до 6, но при этом расширим количество занимающихся в 10 раз, с 400 тысяч до 4 миллионов. Таким образом, спрос на тренеров, задействованных в системе массового спорта, вырастет, спрос на национальных специалистов в системе спорта вырастет, и таким образом массовый спорт действительно станет массовым, поскольку он задействует, каждый ребенок в нашей стране получит право на занятия спортом, и получит право быть вовлеченным в систему спорта. И здесь стоит отметить, что быть вовлеченным в систему спорта, это значит быть вовлеченным в систему соревнований по выбранному виду спорта, начиная с уровня первенств района, заканчивая Олимпийскими играми. Более подробно вы можете ознакомиться, я думаю, что и более подробно мы будем на наших с вами обсуждениях обсуждать каждый аспект этого вопроса, поскольку этот вопрос, естественно, имеет большое количество аспектов, связанных с сохранением наших тренерских кадров, с юридическими взаимоотношениями, с социальными гарантиями, но мы точно понимаем, что заложив такую формулу, мы получим адресное и адресное финансирование, дадим полную возможность каждому ребенку в нашей стране заниматься спортом. Таким образом, еще есть некоторые плюсы. Возникнут у нас, откроются фитнес-клубы для спорта, поскольку фитнес-клубы станут тоже заинтересованными работать в этой программе и они станут точно так же заинтересованы открывать свои спортивные сооружения для того, чтобы быть вовлеченными в спортивную программу. А в спортивную программу, опять же-таки, это связь с федерацией по виду спорта и связь со спортивным клубом. Это общая идея, связанная с массовым спортом. Теперь спорт высших достижений. В спорте высших достижений сегодня мы с вами имеем достаточно эффективную систему, связанную со специалистами, поскольку мы понимаем, что наши медали, которые мы имеем сегодня, они не с воздуха и не сами по себе берутся. И здесь наша задача сфокусировать внимание на тех талантах, которые уже определены, и они определены из системы массового спорта, и создание возможностей для того, чтобы этот талант сопроводить до самого высокого уровня. И в системе спорта высших достижений, под системой спорта высших достижений, мы понимаем спорт в составах, то есть участие в соревнованиях и подготовке национальных сборных команд всех уровней, и здесь мы понимаем кандидатов в национальные сборные команды. То есть когда мы с вами говорим про резервный спорт, то мы подразумеваем его все-таки в системе спорта высших достижений. То есть сегодня мы имеем с вами, вы видите, вот те цифры, которые приведены у вас в буклете, есть как распределяются деньги сегодня по линии министерства. И в данной ситуации мы понимаем, что при формировании бюджетов мы должны иметь абсолютно точную систему, какой вид спорта и почему, и какое количество денег получает от государства. Мы должны четко понимать задачу, под которую эти деньги получает этот вид спорта, а эта задача обеспечить успешные выступления на международных соревнованиях для поднятия авторитета страны. Мы точно понимаем, что государство у нас выступает заказчиком, и мы говорим, что государство именно для решения этой задачи выделяет средства федерациям, и федерации являются непосредственным исполнителем, организовывая работа по подготовке национальных сборных команд. Не отделы министерства, не горспорту управления, не облспорту управления, а непосредственно федерация, получив эти деньги, обязана приложить все усилия для поиска самых талантливых спортсменов во всех возрастных группах и обеспечения этих спортсменов необходимыми средствами для подготовки. Наше понимание, что сегодня базовая компетенция у таких федераций есть, по крайней мере у тех федераций, которые показывают результаты на Олимпийских играх. С другой стороны, мы понимаем, что здесь есть определенные риски с недостаточной компетентностью некоторых федераций, и они тоже есть, и вот об этом тоже звучали опасения сегодня с трибуны. И наша задача создать такую систему, в которой, с одной стороны, мы дадим возможность федерациям состояться и соответствовать стандартам, с другой стороны, если федерация таковой не стала, она не должна быть допущена к системе государственного финансирования. Она должна быть допущена только после того, когда она будет соответствовать всем стандартам управленческим и стандартам с суммарными компетенциями внутри самой организации. Третье направление. Направление взаимоотношения государства и системы спорта. Сегодня статья 5 нашего закона говорит о том, что государство Украина управляет системой спорта. Олимпийская хартия и спортивная хартия Европы говорит о том, что спорт есть автономная саморегулируемая система. Сегодня мы с вами, как руководители федераций, обязаны утверждать правила своих соревнований в Минюсте. При том, что эти правила создаются и меняются международными федерациями. Сегодня существует большое количество полномочий, которые государство взяло на себя в советские времена и которое должно вернуться обратно к федерациям, поскольку федерации являются носителями правил и стандартов в виде спорта. Сегодня конституция нашей страны говорит о том, что государство не вмешивается в деятельность общественных организаций. Спорт по своей форме является общественной деятельностью. Он объединяет общественные неправительственные организации. Таким образом, первое изменение, которое у нас должно произойти, у нас должна статья, где государство управляет системой спорта, поменяться на формулировку «государство, петрымуя спорт в Украине». При этом не должно поменяться финансирование. Финансирование должно увеличиться, потому что мы с вами должны показать результат, который мы приносим как сфера, которую мы приносим нашей стране. И это очень большая разница, поскольку если мы можем показать нашей стране, как мы помогаем ей сэкономить на тюрьмах и больницах, и сколько мы, то появляется эффективность, по которой государство понимает, вкладывая в спорт, мы решаем задачи совершенно другие, в том числе экономические. Об этом говорили сегодня на пленарной части нашего заседания. Таким образом, должна быть выстроена вертикаль, международная федерация, федерация национальная и спортивный клуб. Под спортивным клубом мы понимаем единую организацию, которая оказывает спортивную услугу любого уровня, от начального обучения до спорта высших достижений. Сама эта организация определяется, в чем ее специализация, в чем она хороша. И сегодня все те формы, которые мы имеем сегодня, начиная от ДИУ США, заканчивая центрами олимпийской подготовки, они вписываются в систему спортивных клубов, при этом получая расширенные полномочия по ведению своей деятельности. Таким образом, три направления, по которым нам с вами предстоят обсуждения, дискуссии, подсчеты. Мы очень надеемся, что весь наш научный потенциал подключится к обсуждению данной концепции и концепции закона. Мы надеемся, что весь наш потенциал, который у нас есть, наших специалистов, что мы сегодня приступим к обсуждению каждой статьи проекта закона и каждой статьи концепции. И мы надеемся, что мы знаем, что это не самый лучший документ и он несовершенен. Мы это знаем точно. Но мы знаем, что двигаясь по этому направлению, мы с вами сможем выкристаллизовать и в ближайшее время подать Верховный Совет на утверждение проекта реформы нашей отрасли, в результате которой, и я хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, наша реформа направлена не на нас с вами. Наша реформа направлена не на чиновников министерства или областных администраций. Наша реформа направлена не на чиновников федераций любых уровней и не на директоров школ. Наша реформа направлена на то, чтобы каждый ребенок в нашей стране, каждая семья, каждая территориальная община и государство в целом могли пользоваться спортом как уникальным инструментом развития отдельного человека и развития страны в целом. И это нам с вами нужно понимать, что это наша с вами ответственность. И когда мы зимой наблюдали, а многие участвовали в тех социальных изменениях, которые происходили в нашей стране, когда люди гибли за то, чтобы жить достойно, за то, чтобы жить по правилам, за то, чтобы жить без коррупции, за то, чтобы жить в обществе, в котором хочется жить, а не выживать или уезжать, то наша с вами сейчас миссия – это сделать шаг вперед в нашем деле. И тогда наша страна изменится. Спасибо.